Вступая на престол, каждый фараон древнего Египта давал клятву не менять календарь. Помимо этого календаря, жрецы хранили еще один тайный календарь катастроф. Сегодня он сохранился на росписях храма богини Хадхор в местечке Дендера. В дендерском зодиаке содержатся знания о прошлых и будущих космических катаклизмах. Боги завещали хранить календари и помнить, как и зачем пользоваться большими и малыми отрезками времени. Боги были родом с далеких планет и посещали Землю через звездные врата, порталы. Хранители границ между мирами благодаря календарю точно знали, когда врата могут быть открыты. Владимир Пахомов Владимир Пахомов, математик, офицер космических войск и научный сотрудник Института ядерных исследований, обнаружил в обычном календаре зашифрованное послание инопланетян. Ученый вычислил даты Великого потопа и конца света, домашний адрес отправителей и координаты тайника, где хранятся секретные технологии. Как я уже говорил, вот это простенькое послание календарное, всего 28 чисел, в нем закодирована такая масса информации, что современная наука и технология, даже если все государства мира в сквачину скинутся, ну и смогут создать этот объект. Ничего подобного. Просто нет знаний, нет технологий. Владимир Пахомов использовал вечный или солнечный календарь. Это любой, в котором есть семидневная неделя и високосный год. Неделя начинается с воскресенья. Дня Солнца. Основной цикл – четыре недели по семь дней. Получается ряд из 28 чисел. И каждые 28 лет все повторяется заново. Исследователь применил к календарю матрицу седьмого порядка. Экспериментируя с формулами, Пахомов получил четкие контуры созвездия Орион. И особо в нем отмечена звезда Минтака. Звезда Минтака может быть связана с какими-то инопланетянами, грубо говоря, да? А может быть просто обозначена еще раз дата вот этой катастрофы. 15 лет работы привели Владимира Пахомова к острову Солнца на озере Титикака, на границе между Боливией и Перу. Ученый думает, инопланетяне спрятали там капсулу времени – послание потомкам. А что в ней даже сложно представить? Именно в этой вот точке, которая обозначена в послании, да, на острове Солнца, безо всяких, так сказать, моих ухудшений, просто на фотографии, да, видно, что что-то такое, какое-то пятно, как будто из земли что-то светится. Расчеты Пахомова легко проверить любому, кто знает высшую математику. Множество энтузиастов со всего мира бросилось по наводке русского математика в Южную Америку и копают остров Солнца. Пока ничего не нашли. Это место всегда было священно для местных жителей инков. На берегу озера Титикака они жили в древнем городе Тюанака. А на острове молились. Однажды там высадилась из сияющего золотого диска белокурая богиня Ариана. У нее были перепончатые руки с четырьмя пальцами. Она родила 70 детей и улетела. Первые инки, Ман Кокопак и его жена Мама Окла, согласно записям, также возникли на озере неоткуда и объявили себя детьми Солнца. В одном углу стоят ворота Солнца. А другой храм, он вогнутый, то есть он выкопан в земле, то есть как бы уже отрицательная структура по форме. И все стены вот этого сооружения покрыты выпуклыми головами, как бы вырастающими из стен. Часть из них человеческая, а часть каких-то странных существ, явно не человеческой природы. Центр города Тюанака – врата Солнца. Здесь после Великого потопа появился белокурый, синеглазый бог Веракоча, который обучал людей. Само место, где находится Тюанак – это мощнейший портал. Скажем, он до сих пор ночью охрана боится выходить. Это уникальная древняя карта расположения звездных врат на планете. На ней отмечены зоны перехода из одного измерения в другое, а точнее коридоры по времени и пространстве. По сути, это треугольные области на разломах земной коры с мощной геомагнитной аномалией. На Земле их всегда 12. Но не все задействованы одновременно. Самый мощный Бермудский треугольник. Половина действующих порталов находится на территории России. Крым, Петербург, Пермский треугольник, Кавказ, Памир, Байкал. В одни времена эти области считали святыми, в другие проклятыми, но всегда запретными. Как правило, Эдлова использует именно такие зоны. Они, естественно, выбирают такие места, где сама Земля своим магнитным полем, как бы мы сейчас сказали, на халяву, влияет на это место и искривляет его. Почему такое место выбирается? Потому что искривление искусственным путем потребует колоссальных объемов энергии и усилий. А здесь Земля сама осуществила все это. Наука давно предполагает возможность путешествия во времени и пространстве через так называемые кротовые норы или червоточины. Это туннель между измерениями, который позволяет мгновенно перемещаться из одной точки Вселенной в другую. Ученые пока не знают, как открыть звездные врата. Но, похоже, древние боги умели это делать. Древние знали о существовании этого феномена в жизнедеятельности планеты. Затем они строили пирамиды и храмовые комплексы как инструмент для общения с богами именно в тех зонах, где это общение требовало меньших энергетических затрат. Помимо основных 12 порталов, на планете есть множество мелких зон перехода в параллельные миры. Это так называемые аномальные зоны или гиблые места. Они имеют четкие признаки. Разломы в земной коре, больная или странная растительность. И славятся исчезновениями людей, появлением миражей и летающих тарелок. Куршская коса – участок суши в Балтийском море, разделяющий Россию и Литву. Недавно в сердце лесного массива обнаружили странное место. Его назвали пьяный или танцующий лес. Есть некоторая мистика, и когда человек приезжает, он начинает ее ощущать, потому что вокруг прямоствольный лес, а здесь участок вдруг с искривленными стволами. Ни одно дерево в этом лесу не растет ровно. Все искривлены, закручены в спирали и кольца. Здесь всегда стоит мертвая тишина. Не растет трава. Звери и птицы избегают пьяного леса, а людей тянет, как магнитом. Лес не древний. Он появился полвека назад, после войны. После войны местные жители говорят о том, что здесь некоторое количество времени висел странный объект, напоминающий дирижабль. После того, как он удалился, в вечернее время суток, люди увидели, что место это светится. Потом здесь выросла странная трава. И спустя лет 30 не менее странные деревья, которые мы сейчас наблюдаем. Ученые не могут точно сказать, почему сосны растут криво. А экстрасенсы установили, это место имеет особенную аномальную энергетику. Деревья чувствуют отрицательные поля и стараются отодвинуться от них. Есть поверье, если проползти сквозь закрученное в кольцо дерево, добавится год жизни. Но если не в ту сторону, то убавится. Туристы ползают на всякий случай раз по 10. Туда и обратно. Местное население по-разному говорит. Некоторые деревья кому-то приносят удачу, кому-то наоборот вред. Кто-то говорит, что здесь опасно находиться, поскольку можно подцепить какую-то болезнь. Фотограф Александр Коростелев ищет красивые места для съемок. На Куршской косе случилось с ним удивительное приключение. Он провел здесь погожий летний день, сделал много снимков и уже собирался уезжать. Я задержался, чтобы поработать у берега моря на закате. Солнце уже село, но только смеркалось, еще не было темно. А мне предстояло пройти через лес к выходу из парка. Чем дальше Александр углублялся в лес, тем больше его окутывал какой-то странный голубоватый туман. Сначала он не придал этому значения, списав на особенности местной природы. потом услышал необычные звуки. Это был топот лошадей, но какой-то странный, с лязганем. Я опять же не придал этому значению, поскольку знаю, что есть любители ролевых игр, которые переодеваются в рыцарей. Наконец, лесная тропинка уперлась в мерцающую синюю мглу. Оттуда раздавались ужасные крики и звон мечей. Фотограф остановился в нерешительности. А когда увидел, кто выходит ему навстречу, чуть не бросился бежать. У меня, честно говоря, от страха колени подогнулись. Мне навстречу вышел то ли робот, то ли не робот, в доспехах. Головы нет, что-то вроде шлема такое. В руке угрюмый пришелец держал некое оружие. Мгновение они с Александром смотрели друг на друга. Чудовище сделало шаг. И в этот момент голубой туман заискрился и через миг все куда-то исчезло. Перед фотографом снова была пустая тропинка посреди вечернего леса. На всякий случай мужчина обошел это место стороной. С кем ему довелось повстречаться? Тевтонским рыцарем или инопланетным роботом он до сих пор не знает. Когда люди попадают в зону искривления пространства-времени, скажем так, в некую аномальную зону, где дальнейшее неконтролируемое перемещение может привести к их перемещению в другое пространство-время, оказываются те, кто, с одной стороны, стараются видеть, вести эту ситуацию и вернуть людей назад. это основная тенденция. То есть, безусловно, мы как таковые им неинтересны, они о нас знают все. Поэтому они пытаются вернуть нас обратно, так, чтобы мы не заметили, что с нами это случилось. Пермский треугольник крупнейшая аномальная зона России. Это 70 квадратных километров между деревнями Малёбка и Каменка на границе со Свердловской областью. Заповедная местность всегда считалась проклятой. Сама Малёбка возникла из, скажем так, святилища Манси, которое называлось Малебный камень, и там еще находится очень зрезная геологическая аномалия. После отмены советской цензуры о Пермском треугольнике узнали ученые и любители непознанного. В газетах написали, что инопланетяне устроили на Урале космодром и даже целые базы. Вот это место считается базой космодрома Манело, видимо, потому что там действительно по статистике в разы превышается наблюдение аномальных явлений. В первую же экспедицию исследователи убедились, что в зоне происходят невероятные события. Особенно их много с наступлением темноты. Первый раз я отправилась в аномальную зону осенью 89-го года от комиссии по аномальным явлениям Русского географического общества. Мы отправились туда с целью убедиться, что там ничего нет. Но убедились в обратном. Небеса озаряются светящимися объектами самых разных форм от Куба до Диска. Неожиданно в разных местах за лесом поднимаются световые столбы, будто прожекторы на аэродроме. Вокруг бьет разнообразные вспышки из армии. Они возникают как в воздухе, так и прямо под ногами. Например, молния, которая выглядела как веретено, крутящийся белый свет. Вот. И эти молнии начинали бить вот вокруг тебя, значит, ты стоишь посередине. Вот. Но они себе не причиняют никакого вреда. В Пермском треугольнике есть места с наибольшей аномальной активностью. Это так называемый космодром. Заполоченные ущелья в старом русле реки Сылвы. Я видела диск, который выплывал из-за берез. И ветви берез вставали дыбом вот под дном этого объекта. Рядом течет черная речка. Блудное место, где искажается время. А недалеко возвышается змеиная горка. Рядом с ней на фотографиях часто появляются ведьмины кольца. Черные шары с белыми пятнами в центре. А иногда даже и загадочная калитка. Дверь в иной мир. Именно оттуда приходят ведроголовые черные фигуры с конусом вместо головы. Кроме фигур вот этих ярко выраженных человекоподобных, есть и другие образования. В частности, например, туман, который слушается команд. Что это, робот? Трудно сказать. Но по команде он подходит достаточно близко. Виолетте Федотовой в Пермском треугольнике удалось вступить в телепатический контакт с внеземной цивилизацией. Они сказали, что родом из системы, которую мы называем Орион. А аномальная зона возле Малебки это звездные врата. Выход из межпространственного коридора, через который они путешествуют. И они говорят, что когда места разлома активны, или когда просто что-то могут активизировать на какое-то время, то там с наименьшими экономическими затратами, энергетическими затратами они могут проводить какие-то свои мероприятия, какие-то, может быть, перевал кукурузов каких-то. Николай Субокин и Сергей Курапов ведут в Пермском треугольнике научные исследования и эксперименты. Они обнаружили неизвестное излучение, похожее на электромагнитное. Аппаратура выходит из строя. Кварцевый генератор дает разные частоты, что невозможно, а радиационный фон нормальный. Но в момент активности мы отмечали вспышки радиации до 500 микрореген в час, коротковременные в течение нескольких секунд. исследователи доказали, НЛО появляется в Пермском треугольнике именно потому, что существует аномальная зона, портал. Есть некие энергетические выходы, которые, видимо, привлекают силы какие-то нечеловеческие, скажем, из других миров, не знаю. Зона непредсказуема. Возможно, ее активность как-то связана с процессами в земной коре. Неоднократно исследователи видели, как некие шары зависали над определенными местами в Пермском треугольнике, которые на карте соответствуют геологическому разлому, и будто заправлялись энергией. На глубине 7 километров под нами находится базальтовая равнина. Эта равнина упирается в некий базальтовый риф. На границе вот этой равнины рифа все сверху 7 километров осадочных пород. И вот на границе равнины рифа находятся трещины, которые уходят очень глубоко, возможно, даже в верхнюю мантию. И вот из этой верхней мантии эти трещины поступает некая плазма, некая энергетика, электромагнитная, неэлектромагнитная, я не знаю. Но она ведет себя совершенно странно. Прорываясь на поверхность Земли, она вызывает эти все явления. С недавних пор самым интригующим вопросом для исследователей стала. А как открыть звездные врата? С этой целью Николай Субботин стал изучать древние тексты и священные обрядовые практики. Часто говорят о зоне, что оттуда якобы можно уйти в параллельный мир. И даже есть такая легенда, там есть такая высота, 361 она называется, ее называют ворота в Шамбал, потому что там как бы две горки рядом стоят, и между ними получается такой проход очень интересный. Очень многие рассказывают, что если по этому проходу пройти в определенное время, то можно попасть в параллельный мир. Исследователь достаточно хорошо знает аномальную зону, ее возможности и опасности. Из потустороннего еще никто не возвращался. Но зов космической бездны сильнее осторожности. И похоже, Николай Суботин нашел способ попасть в параллельный мир. В Малепке над одной из зон разломов поставить древний карельский лабиринт каменный, вот эту спиральную структуру. Есть большое предположение, что построив этот каменный лабиринт, мы, может, такие даже ворота сможем открыть. Культ лабиринтов существует у всех древних цивилизаций. Несмотря на то, что лабиринт не имеет никакого практического смысла, славяне придавали ему огромное значение. Лабиринты, они в традиции связываются с проходами в параллельную реальность. То есть, пройдя лабиринт, ты можешь оказаться в неком, так сказать, параллельном мире. До сих пор на русском севере сохранились каменные лабиринты причудливой спирали образной формы. Особенно много их на островах Соловецкого и Кузовского архипелагов и на южном Урале в Гордарике, стране городов и вокруг древнего города Аркаим, которому шесть тысяч лет. Это Полярный Урал, это Кузский полуостров, это Соловецкий архипелаг, знаменитые Соловецкие лабиринты, которые по данным наших оккультистов являлись как раз теми самыми воротными в те самые параллельные миры, или как древний славянский эпос говорит, внафь, внеявь. То есть то, что неявно, это нафь. То есть это все те параллельные миры, которые могут выстраиваться первый, второй, третий, седьмой, ну как это, десять кругов ада, семь кругов ада. И говорят, что семь миров. Эта земля считается остатками гипербореи, материка, некогда существовавшего на Северном полюсе. Там жила великая цивилизация, прародитель всех сегодняшних индоевропейцев. Знания о том, как использовать славянские лабиринты, утрачены. Сохранился лишь календарь, который содержит поразительные астрономические данные. Славяне знали период обращения Солнца вокруг центра галактики. 25 тысяч 920 лет. Час они делили на 144 части, ее на 1296 долей, а долю на 72 мгновения. В ней было 760 мигов, в миге еще 160 сигов, а в сиге 14 тысяч сантигов. Зачем нужны эти микроскопические единицы времени, кроме как для телепортации или путешествия между мирами? Отсюда и выражение «Сиганоть» мгновенно переместится через портал. Совершенно отчетливо наблюдается тяга древней цивилизации к таким местам, острая необходимость в общении с некими внешними учителями. Почему? Да в первую очередь потому, что это общение предоставляло возможность получения уникального объема знаний с одной стороны достаточно быстро. И не просто попытка выхватить какую-то деталь. Что важно, давалась некая концепция. Концепция развития, например, Солнечной системы, либо Вселенной. И в рамках этой концепции передавалась информация. То, как впоследствии использовали земляне эту информацию, это уже, к сожалению, к великому наша история и наша проблема. В 20 веке руководители двух великих держав Германии и Советского Союза заинтересовались древними знаниями. Для установления нового мирового порядка требовались сверхтехнологии, которые могли дать столько инопланетные цивилизации. И Гитлер, и Сталин были одержимы идеей найти звездные врата. Русские сосредоточились на Соловках и Кольском полуострове. В Соловецком лагере особого назначения изначально находились лучшие умы империи. Ученые искали, как открыть порталы в другие миры. здесь легенда говорит о том, что Сталин именно для этого и создал слон, для того, чтобы найти путь в Найф, войти туда и заручиться помощью других измерений, скажем так. Что такое эти... Ну, это же, опять же, это мифы герои и души героев и богов. Может быть, это переход к другим цивилизациям, к другим инопланетным пришельцам. По некоторым сведениям, на Соловках нашли портал в параллельные измерения еще в 30-м году. В древних текстах славян говорилось, как открыть звездные врата и призвать обитателей Навий. Это могущественные темные существа из сумрачного мира. Путь для душ тех, кто придет на помощь, змеиных деток, как называют, потому что дорога в другое измерение закрывается змеями. И лабиринты представляют двух переплетенных меж собой змей, между головами которых ты можешь пройти, если ты знаешь заговор какой-то, обряд. И поэтому те, кто выходят оттуда, это змеиные дети, дети змея. В это время лучшие офицеры вермахта тоже искали пути в иные миры. Одной из экспедиций командовал молодой офицер Курт Вальдхай. По секретному заданию Гитлера он отправился на острова Крит и Делос искать вход в лабиринт Минотавра. В 1945 году на острове находилась немецкая часть и зачем-то охраняла пещеры. Уходя, немцы взорвали входы. Что нашел Курт Вальдхайм неизвестно. Но он сделал чрезвычайно успешную карьеру. В 1972 году он был избран генеральным секретарем ООН. А в 1986 стал президентом Австрии и пробыл на этом посту шесть лет. Он скончался в 2007 году и никогда не рассказывал о критском лабиринте. Но лабиринт по-видимому был неким многомирным. Почему? Потому что до сих пор никакого лабиринта на Крите не найдено. Иногда говорят, что дворец Кнососа это лабиринт, но это конечно за уши притянуто, потому что его диаметрия она не лабиринтная. Это другая совершенно структура. И вот по легенде вход в этот лабиринт знал только Минос. Вот его дочка Ариадна знаменитая, которая дала клубочек вывешивая лабиринта. И вот клубочек тоже такая загадка, потому что вообще лабиринт классический, в нем не забудешься. То есть не надо никаких клубочков. Это только если это многомерный лабиринт, там может понадобиться некий вариант обратного выхода. Группа ученых под руководством Эрнста Молдашева отправилась на Крит по следам немцев искать вход в лабиринт Минотавра. Из бесед с местными жителями выяснилось, что это не фольклор. Все сторожилы острова уверены, что лабиринт существует, но ходить туда нельзя. Вот лабиринт был коктейн. Он говорит, когда я был маленький, когда я был здесь, это я вспоминаю хорошо. Вот был там, где-то дерево. Крит весь изрыт подземными переходами и лазов на поверхность много. Это обманные ходы. Путешественникам повезло. Им встретился колдун, хранитель священной пещеры. Он сказал, что пещера связана с лабиринтом. Нарисованный паук символ лабиринта убедил русских, что они на верном пути. Завтра полезем в горы. Будем высоко, где-то в районе полутора километров. А уже поздезавтра пойдем в то место, где мы уже нашли то, что похоже на лабиринт. лабиринт. Выяснилось, что на Крите два лабиринта. Микролабиринт и мегалабиринт. Чудовище царя Миноса похоже обитало в последнем. Вот мы сейчас стоим у входа в так называемый микролабиринт. Так его греки называют маленький лабиринт. Он на самом деле небольшой. А вон там, вон, вот мы видим сейчас холм. Вот на этом холме за ним находится вход в так называемый мегалабиринт. И говорят, что был проход от этого лабиринта туда. Два с половиной километра под землей. Но после какого-то катаклизма, не думаю, что это взрыв, поднялся пол вот этого микролабиринта и вход перекрыт. Но я думаю, там внизу много-много этажей этого лабиринта. Микролабиринт уже таил в себе большие загадки. Исследователи зашли в рупорообразные пещеры со странными нишами. Некоторые походили на погребальные, только намного меньше. Но никаких останков ученые не нашли. Вот везде везде здесь эти ниши. Они считают, местные пастухи, что здесь вроде бы как кладбище. Но кладбище понять, что слишком маленький размер для человека, максимум для ребенка. сооружения по форме напоминали резонаторы или заваленные вентиляционные решетки. К ним прилегали огромные подземные пещеры и коридоры, вырубленные в скале с помощью какой-то неизвестной технологии. Это огромные пещеры, явно искусственное происхождение, везде следы фрес, везде все было вырублено. Вполне возможно, правы древние манускрипты о том, что земля полная и что под землей находится мир, мир, который легендарь называет Шамбул. Осмотрев маленький лабиринт, группа Молдашева начала готовиться к штурму логова Минотавра. Исследователям стало понятно, что они имеют дело со сложным и опасным сооружением. Их предупреждали, входы в лабиринт могут охранять тайные силы. Мне кажется, лабиринт построен вот так, вот смотрите, за счет колонн и за счет изведых ходов создавалось что-то наподобие чипа. Но она и похожа в принципе к мадридинской блаши компетенту. Посмотри, но один вход есть. Могли один вход есть, братцы. Вот сейчас мы идем туда, этот вход есть. Но будем осторожны. Спуск начался. С чем придется столкнуться группе русских ученых? Они взяли с собой нити рядные, клубки обычной нейлоновой бичевой. Ее должно хватить на 3 километра пути. пока они еще не знают, что нитка спасет им жизнь. Это были помещения и коридоры, возведенные в незапамятные времена. Колонны и своды из многотонных каменных плит со следами высочайшей фрезерной обработки. Залы были покрыты цветной штукатуркой. Наверху следы фресок. Все это похоже на большой конденсатор, на мощный такой. Чем больше колонн, тем больше емкость у конденсатора. Если лабиринт как катушка индуктивности, то вот эти комнаты напоминают конденсатор. Воздух в лабиринте есть. Однако спустя всего полчаса всем участникам группы стало плохо. Они почти потеряли ориентацию. Будто оказались под действием неизвестного излучения. Фотокамеры начали фиксировать плазмоиды. Это шары белесые и красноватые сгустки энергии, охраняющие древние священные порталы. Шары атаковали людей. Это нечто, что мы видели. Это коридор. Вот этот сводчатый коридор идет не везгуда. Там этот коридор так извивается везде. Правильно что сделали, что эту нить потянули. потому что есть какие-то ответвления. В эти ответвления можно зайти. Фонарики периодически в углу. Эх, мы не дошли чуть-чуть, а. Нитка кончилась. Каждый проход из центральных залов упирался в тяжелую каменную плиту. Было впечатление, что она поставлена здесь позже и нарочно. Вход в лабиринт Минотавра наглухо заперли с внутренней стороны. Такое ощущение, что от этих столбов идет какая-то нерка. Там находится выше другой зал. Какие я думаю залы имеются и под нами. Это многоэтажная конструкция лабиринт. Пойдемте, голова кружится, здесь уже тяжело. Высоко в Гималаях на территории Тибета многие годы тысячи паломников ищут вход в Шамбалу. Это священная страна, где живут боги и учителя человечества. В нашем мире знания о ней хранят монахи. Когда-то в Шамбалу можно было попасть, а потом она переместилась в иной мир. Шамбала это одно из реальных физических отчасти энергетических измерений, где действительно живут люди, в том числе в физическом теле. И почему мы часто встречаемся с упоминанием например интереса нацистов и ННРБ и не только их, но и в прошлом столетии спецслужб тогда еще СССР, которые искали место прохода в Шамбалу, потому что это реальное измерение, где действительно человек сталкивается с иным уровнем развития сознания, с иными возможностями. Агенты Гитлера в конце 30-х совершили несколько вылазок на Тибет. Им удалось обмануть монахов, будто они строят справедливое социалистическое общество на земле. За это священники тайных орденов, охраняющих Шамбалу, передали им часть сверхтехнологий. Передали принципы создания ядерного оружия, ракетного оружия, передали принципы лазера, там даже телевидение, тогда уже такого бесконтактного. Но подробных технологий они не передавали. Возможно, не имели монахи, поэтому возможно просто хранят по сей день. Но в саму Шамбалу немцев не пустили. Германское общество Анненербе в переводе наследия предков полагало, что священная страна или вход в нее находится и под землей, и в ином измерении. А порталы имеются на обоих полюсах планеты. Северный охраняли русские войска, и гитлеровцы устремили все силы на Южный. Об этом свидетельствуют документы. Когда стало очевидным, что Германия потерпит поражение, наоборот, усилился спецконфой фюрера из самых лучших подводных лодок, более 150 было. Ну и другие корабли надводные курсировали достаточно интенсивно. И как показывали плененные американцами, аргентинскими экипажи этих подводных лодок, плененные уже после окончания войны, они показывали, что возили туда ящики с документами, документацией, ящики с золотом. ночной, один из последних визитов одной подводной лодки, был туда отправлен Гитлер со своим ближайшим окружением. Если в таинственных точках на карте есть искривление пространства и времени, это можно зафиксировать. Наша съемочная группа вместе со следователями аномальных явлений отправляется к одному из самых загадочных мест средней полосы. Экспедиция пройдет по контуру геомагнитного разлома земной коры. Мы приближаемся к точке наивысшей геоактивности издревле проклятому и запретному лесу. Мы сейчас имеем на навигаторе точку, к которой мы приближаемся. Это так называемое чертово городище. Одно из самых таинственных и страшных мест Калужской области. Своё начало ведет с 1 по 5 век нашей эры и являлось древним святилищем вятичей, на котором они поклонялись своему богу Сварову. Простым людям было запрещено ходить в чертово городище. Там среди дремучего леса на холме расположен жертвенник и странное нагромождение камней. Здесь приборы нашей передвижной лаборатории должны что-то показать. Но дорога коварно превращается в болото и автобус с экспедицией наглухо застревает посередине леса. Как только мы вытаскиваем машину, оказывается, что впереди еще несколько легковушек ждут помощи в лужах посередине густого леса. Дорога на чертово городище закрыта. Мы решаем больше не искушать судьбу и зайти с другой стороны выбранного георазлома. Там находятся знаменитые Кольцовские пещеры. Тут находятся аномальные какие-то катакомбы, в которых происходят разные паранормальные явления, шары плазмоиды, появление призраков и всякая такая чертовщина. Исследователи будут измерять магнитное поле и радиацию. Любой всплеск электромагнитной активности означает, что грань между мирами становится тоньше. Значения растут. Да, у меня тоже начинают увеличивать. 8. 754 721 слав на моем приборе. 188 670 У меня тоже увеличение электрического поля идет. Вячеслав Климов и Илья Сыгля не продвигаются глубже внутрь катакомб. Это искусственные пещеры, вырубленные в песчаники на берегу Аки. По легендам, здесь был древний храм Вятичей, где совершались языческие обряды. Ты хочешь сказать, что это некие сакральные лабиринты и неизвестно, куда они ведут? Ну, вполне возможно. Приборы сходят с ума. Особенно, когда мы выбираемся к круглому залу, посредине которого подобие алтаря. В этом месте исследователи фиксируют всплески природной энергии. Георазлом дает общее возмущение поля, а плиты песчаника, содержащие кварц, генерируют пьезоэлектричество. Мы находимся внутри некого кристалла, то есть вокруг нас кристаллическая порода, мы находимся внутри камня, и, собственно говоря, камень обладает определенной частотой вибрации, что влияет, собственно говоря, на восприятие человека, на вхождение человека в транс, в измененные состояния сознания, которые помогают, скажем, при определенных практиках к просветлению или сосредоточенной молитве. В подобных пещерах обычно наблюдают два феномена. Белые и оранжевые шары плазмоиды и так называемый призрак белого спелеолога – туманный силуэт. Он выходит из стены и пропадает во тьме ростом повыше человека. Очевидцы описывают его всегда одинаково. В ночное время суток передвигался просто по пещере, один с фонариком, и увидел, как перед ним появился полупрозрачный силуэт мужчины, при том, он это сам видел отчетливо. Похоже, мы смогли зафиксировать один из признаков иного мира. Когда исследователи удалились в другой коридор, оператор стал снимать пустой алтарный зал. Позднее при просмотре кассеты мы увидели, как над священным камнем витали три полупрозрачных шара. А воочию никому из участников ничего увидеть не удалось. Для этого должно сложиться определенные какие-то факторы, может быть, астрологические, может, геофизические факторы, может быть, открытие какого-то портала в параллельное измерение. И вот тогда начинают проявляться вот эти сущности из параллельного мира. Происходит как пересечение параллельного мира, потустороннего мира с нашим миром. У разных народов Земли есть похожие легенды о волшебных мирах, населенных существами со сверхъестественными способностями. В этот мир можно было попасть через священные ворота. Сегодня ученые доказали, что это не сказка. Путешествовать во Вселенной возможно через особые туннели вне времени и пространства. Следовательно, звездные врата существуют, но для нас пока крепко заперты с наружной стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok